В центре Кёльна сотни женщин вышли на очередную акцию протеста с требованием к властям положить конец происходящим на улице города нападениям со стороны прибывших в Германию выходцев из арабских стран и Северной Африки. Люди одержали в руках плакаты, призывающие канцлера Ангелу Меркель немедленно принять меры против подобной агрессии. В настоящее время количество заявлений в полицию о нападениях на представителей слабого пола приближается к тысячам. Сообщение о многочисленных конфликтах с участием беженцев приходит и из других стран, причем не только Европы, но и Скандинавии. Многих шокировало преступление, совершенное в Швеции. Все подробности у Андрея Михайлова. Два школьника, один беженец из Сирии, другой выходец из Литвы, поссорились из-за девушки. Сирийский юноша якобы приставал к подруге одноклассника, за что получил от него пощечину. Спустя неделю сириец нанес смертельный удар кухонным ножом в спину обидчика. Шведская полиция об инциденте решила не распространяться. Дело получило огласку только после того, как информация появилась в соцсетях. И это не первый подобный случай. Власти государства Единой Европы едины в стремлении замолчать факты преступлений с участием беженцев. Считается, что правда может привести к нежелательным последствиям в виде разгула национализма и ксенофобии. Скрыть истинное положение дела с противоправными действиями беженцев пытались и в Кёльне. А это уже Дюссельдорф. Район Магриб, ставший за последние два года самым криминальным местом в городе. На каждом углу продаются наркотики, а в каждом переулке можно лишиться кошелька. После кёрнских событий местная полиция впервые за несколько месяцев провела здесь рейд. 40 человек арестованы. Все выходцы из Северной Африки. За последнее время число ограблений в старом городе резко возросло. В этом районе преступники постоянно проводят встречи после грабежей. Мы одновременно проверили посетителей около 20 баров. В Венгрии в лагере для беженцев нелегалы решили пристать к женщинам-охранникам. Когда им дали отпор, начался бунт, подавить который удалось только усиленными наряда полиции. Два стражепорядка получили ранения. Тем временем ситуация на внешних границах Евросоюза нисколько не меняется. Ежедневно около тысячи человек прибывают в Сербию, чтобы продолжить свой путь в Германию. Беженцев не останавливает ни 20-градусный мороз, ни жёсткие миграционные правила, которые в последнее время стали вводить всё больше стран Евросоюза. Канцлер Австрии, который накануне объявил о временном выходе его страны из шенгенской зоны, заявил, что теперь будет блокировать предоставление финансовой помощи всем странам, отказывающимся принимать переселенцев. О последствиях краха шенгена уже заговорили в Еврокомиссии. Если кто-то хочет погубить шенген, он столкнётся с гибелью свободного рынка, ростом безработицы в Европе, которая в очень короткие сроки выйдет из-под контроля. Нет шенгена – нет экономического роста. Очень важно помнить об этом. На этом фоне политики продолжают уверять в том, что именно переселение народов оздоровляли экономики многих стран. Мы должны найти аргументы, и я знаю, Германия делает всё возможное, которые убедят наших граждан, что миграции полезны для экономики. Исторически миграция всегда положительно влияла на развитие стран. Моя родная страна была построена силами беженцев, а их таланты позволили ей шагнуть далеко вперёд. Родная страна Уильяма Свинга – США. По мнению многих аналитиков, именно Вашингтон во многом испровоцировала волну миграции, создав зону нестабильности на Ближнем Востоке. При этом Америка согласилась принять у себя не более 10 тысяч беженцев. И почти половина штатов уже отказалась размещать на своей территории лагеря для переселенцев.